Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали непростой диалог, непростой разговор, непростой, потому что действительно он не предполагает неких готовых ответов. Он призывает вас к активному участию в нашем диалоге, к размышлению о том, о чем мы говорим. А говорим мы о феномене власти. И для тех, кто смотрит нас в первый раз, не смотрел в прошлый вторник, поясним, что речь идет не о политических институциях только лишь, не о партиях политических. Мы говорим в самом широком смысле слова о феномене власти, который присутствует и должен присутствовать в нас. Вот в прошлый вторник мы начали говорить об этом, и мне пришла мысль о том, чтобы начать сегодняшний диалог с того, о чем я говорю каждый год во время Великого Поста, во время Страстной Седмицы с людьми. О том, что вот, как правило, люди читают Евангелие как историю давно минувших дней, предание старины глубокой, ощущение, что это все было не с нами, и с нами это не повторится. А у нас вот задача только это периодически воспоминать и как-то отыгрывать. Но на самом деле ведь приходится людям напоминать о том, что и пилат, и первосвященники, и толпа, кричащая распни, все это может очень легко компоноваться и находиться в наших головах. Мы периодически умываем руки, мы периодически лжесвидетельствуем и стремимся нечто в себе очень светлое, доброе, чистое, убить в силу каких-то внешних причин. И есть тысячи фракций в нас, которые проголосуют, опустив, подобно римской старой доброй традиции, свой большой палец вниз. Поговорим, продолжим об этом говорить с доктором философии, с нашим гостем Светланой Владимировной Соловьевой. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, отец Сергей. Мы в прошлый раз, я прошу прощения, оборвались на полусловия, потому что время эфира подошло к концу, но это хорошо, потому что мы можем с вами, опять же, без лишних преамбул, продолжить тот диалог, который мы начали в прошлый раз. В прошлый раз мы дали какое-то такое социальное понятие, социальное описание совести. Мы договорились, что сегодня мы поговорим о культуре совести, о некой истории совести, то есть как вообще она в нас зарождается, потому что это тот самый властный контролирующий орган в нас. Давайте вот, чтобы нам оттолкнуться с тех слов, на которых я вас перебил, может быть, мы с вами продолжим. Итак, мы говорили про совесть как обещание уплаты долга. Цитировали мы Ницше и использовали метафору взаимодавца и должника. И мы уже сказали, что совесть – это одновременно и чувство в нас, это и знание в нас, знание неких паттернов поведения, это и определенный голос в нас, внутренний голос. Вот давайте обо всем об этом и поговорим. Ну, начнем, наверное, с того, что вот совесть, как мы ее знаем, то, что как нечто усредненно понятное для каждого человека, который живет среди других людей, все-таки такое понимание совести, которое соединяет все эти значения, является порождением христианства. Потому что греческая мысль вот в том значении совести, как мы это понимаем, она не сформировала этого концепта. И почему? Потому что греческая культура и греческая философия, она была космоцентрична. Человек как бы растворен был в силе космоса. И христианство – это, в общем, первое такое миросозерцание крупное, которое вырывает человека из природы, делает его неким отдельным. И персональный характер понимания Бога, его персонность, оно становится такой калькой, который позволяет говорить, что есть некая внутренняя, отдельная жизнь человека, в которой есть нравственное чувство, о чем и говорит христианство. Но вот тогда, когда мы говорим о совести, то все равно там есть некие противоречия, которые позволяют, скажем так, вот обнаруживать острие и этого чувства, и, возможно, не чувства. То есть мы говорили о том, что вот у Ницше, что есть модель должник-заимодавец. Есть Зигмунд Фрейд, который говорит о том, что совесть – это есть внутренний цензор. И объем, например, философской рефлексии, который человек конкретно может произвести, тесно зависит от того, сколько у него совести. Потому что совесть – это инстанция самонаблюдения. Но когда мы говорим о христианской традиции, то мы все-таки исходим из того, что совесть – это же не только внутреннее переживание, это не только мысль, но это определенное действие. Когда мы со студентами начинаем обсуждать, что такое совесть, и ее какие-то бытийные такие, управляющие нами аспекты, то я всегда спрашиваю, то есть совесть – это все-таки это чувство или это действие? Что мы можем, скажем так, сказать? По логике вещей чаще всего в своей жизни мы угрызение совести испытываем постфактум. Да, да, да. И вот, а существует ли такой вот механизм, который бы позволял человеку не совершить? Это же ведь тоже совесть – не войти в это. То есть такое постановление предела, которое позволяет тебе делать невозможным бессовестность, например, или отчужденность. Бубер, например, говорил о том, что у человека вот в этом диалоге, в том числе и с Богом, может быть разные виды ответов. И вот разные варианты совести, бессовестности, мне кажется, они тут вписываются. Есть ответ молчания. Фактически это ответ Адама, который потерялся, да? Где ты, Адам? Такой ответ молчания. Ему нечего сказать. Ответ лепит. Ответ оправдания. Ну вот так получилось там. Войди в мою ситуацию, например. Адама, кстати, сменяется одно другим. Он сначала молчит, а потом он начинает лепетать. И ответ отказ. То есть, когда ты отказываешься, потому что ты постановляешь себе предел определенный. И вот эти практики управления, практики слышать голос, обращать на него внимание, на этот голос, является, конечно, способом и техникой власти в нашей повседневной жизни. Фактически, да? То есть, насколько ты готов расслышать это? И, конечно, христианство формирует огромный репертуар практик. С одной стороны. С другой стороны, вот этот репертуар практик им формируется и социально, о чем мы говорили в прошлой передаче. И еще у нас был такой момент в нашей истории, когда этот репертуар практик формировался идеологически. Когда совесть была в том числе политическим понятием. Вот сейчас мы уходим от этого. Совесть становится все более приватной. Она становится как будто бы социально более редкой. Я в этом плюс вижу. Потому что она перестает как монета затираться. Она переезжает в систему ценностей. То есть внутреннего интимного опыта человека, который, может быть, и не стоит социально тиражировать. И это очень важно. И поэтому вот этот опыт совести, он и формирует культуру совести. Но культура совести, она становится уже не идеологизирована. А она становится более приватная, более интимная. Она становится частной. И когда мы говорим, например, противопоставляем, что есть идеологический контроль, который использует вот эту категорию совесть, например. И разные инструменты такого мягкого давления на человека. А есть интимный опыт. То здесь мы можем столкнуться в 20 веке с очень сложной темой. Это тема, которую можно было бы так сформулировать. Возможно ли коллективная совесть? Возможно ли коллективное покаяние? То есть философия исходит из того, что совесть является индивидуальным событием. Он происходит в жизни каждого конкретного человека. Может ли совесть быть явлением коллективным, например, явлением, связанным с поколением или нет? И это очень точно, мне кажется, сформулировано в том числе и рядом наших философов и антропологов, в том числе по дороге, который говорит и пишет о том, что тема войны, вот такое фактически расхристианизация человека, с одной стороны. С другой стороны, потери вообще человеческого. Я думаю, что война это больше расчеловечивающая такая. Она, это сложнейшая тема, которая, пройдя через которую, вот мы сейчас 75 лет отмечали, что мы можем сейчас вот в контексте совести сказать. Потому что Германия проходила целую процедуру социальную, когда она пыталась, скажем, осуществить социальное покаяние вот этого, вот то, что она допустила. Вот того объема тоталитаризма, который был, который погубил миллионы людей. Самым бесчеловечным образом, бессовестным образом. А с другой стороны, вот та тоталитарная система, которая существовала в Советском Союзе, она создала ГУЛАГ. И когда читаешь, например, Шаламова, или там Соложеницына, или слышишь свидетельства людей, то первое, о чем ты думаешь, о том, как можно сохранить достоинство и совесть в нечеловеческих обстоятельствах. Нужно ли это людям? Например, мне как россиянину, или мне как христианину. Готовы ли мы делать эти шаги совместные? Вот я бы тут, если можно, немножечко просто для уточнения. Есть культуролог Оксана Мороз, по-моему, так. Но и достаточно известное медийное лицо. Она одной из лиц такого замечательного сайта «Постнаука». Прекрасный ресурс. Да, где она размышляет о коллективной травме. И что есть несколько, ну, конкретно две реакции на коллективную травму. Это, по-моему, она приводит Лакана, но я боюсь сейчас соврать. Тут не суть важна, наверное, на кого она опирается в своем суждении. Это отыгрывание вот этой травмы. Это то, чем занимается Россия, к сожалению, каждый год 9 мая. Это парады, это вот эти бестолковые наклейки, можем повторить. И даже тот факт, что мы вспоминаем о своих ветеранах раз в год, какие-то им подарки возим во весь оставшийся год, мы о них забываем. Это какое-то такое отыгрывание, которое не лечит травму. То есть мы, условно говоря, это у нас бесконечный день сурка. Мы из года в год, 9 мая, не изживаем, не проживаем эту травму. А, собственно, ее отыгрываем и, условно говоря, никаких выводов не делаем. Вот если увязать коллективную травму, да, и то, что сделали как раз немцы, они как раз не отыгрывают, они там, условно говоря, не маршируют, они это каким-то образом громких пафосных лозунгов не говорят, не произносят. Они что-то поменяли на всех уровнях институций. В образовании, в социальном каком-то и так далее, и так далее. В организации общества поменялось что-то, что поменяло определенным образом сознание современного немца. Вот. Вот если мы говорим, как бы пытаясь увязать коллективная травма, коллективная совесть, то является ли совесть в данном случае таким исцеляющим уколом? И как ее, может быть, пробудить? Вот. Если, ну, этот вопрос, на него можно ответить. Мне кажется, я... Ну, во-первых, у меня нет достаточного для этого, не знаю, ни опыта, ни объема ума, ни объема, я не знаю, просто личности для того, чтобы ответить на вопрос, потому что вопрос принципиальный. Мне представляется, что мы каждый хотя бы капельно должны вносить свой вклад вот в это дело. Я прошу прощения, я перебил вас вот на условия, да, по поводу коллективной совести, может быть... Нет, как раз очень, мне кажется, что вы очень хорошо вошли. Дело в том, что тема вот коллективной совести, она все-таки связана с тем, что мы называем культурной памятью или исторической памятью. Ну, там в науке различаются эти темы, но тем не менее, вот эта культура памяти, насколько долго мы будем помнить вот это травмирующее начало, притом травмирующее начало не только в том, что мы выиграли, да, и выиграли большой ценой, но травмирующее начало и то, что мы тоже в своей истории сделали нечто неблаговидное, то, за что нам потенциально может быть стыдно. Мне представляется, что историю в полном смысле слова нельзя делать тебе близкой каждому человеку, если она будет залакированной историей, если она будет сконструирована исключительно на одном каком-то основании. Потому что человеческая жизнь и тем более жизнь многих тысяч, миллионов людей – это всегда события трагические. И вот эта трагичность истории, она должна, на мой взгляд, каждым человеком каким-то образом пережито, самостоятельно. Я со своей стороны, например, какие-то капельные шаги делаю. Почему? Потому что для меня, ну, как человека, который занимается образованием, важно говорить об этом в аудитории. Потом, как матери, мне важно говорить об этом с ребенком, с ее друзьями, с окружением. Мы говорим об этом в своей частной жизни, в семье, с друзьями. Пока вот эта тема возвращения к своим истокам, возвращения к себе, возвращения к травме будет, до этого в нас будет не лакирована история, а будет история, как живое событие при общении к своему прошлому. И вот эта тема бессмертного полка, которая была инициативой гражданской, она же конвертировалась, она стала парадом сейчас. И получается, несколько профанируется? Я не знаю, профанируется это, это и не профанируется. С какой стороны посмотреть? Если будут люди, которые не будут это профанировать, они будут вот эту ноту высокую удерживать внутри себя. Когда просто они поставят запрет на девальвацию этого. Когда они способны будут сказать и виновен сказать, и сказать прощаю. Потому что вот это в ситуации совести и тема виновности, и тема прощения другого, она очень важна. Потому что совесть, это же не только поставление предела, это же, она, она как бы своим эффектом имеет то, что мы называем великодушием. Это вот моментом прощения, то, что в христианстве важно, то, что в русской культуре всегда было важно. Вот эта тема прощения и себя, и другого. Этим формируется как раз коллективная совесть, правильно я понимаю, или нет? Когда это будет захвачено, когда это чувство будет захвачено, не только вот как в антропологической лаборатории, о чем Харужий пишет. Когда святость является формой лаборатории антропологической. Когда вот эти хотя бы крошечные какие-то моменты совестливого зова, но будут у людей вызваны. Это даст оздоровление, коллективное оздоровление общества. Я не знаю, можно ли к этому принуждать и стоит ли принуждать. Но это нужно делать как каждодневную какую-то работу. Внимательное отношение к своему собственному состоянию. Что мешает нам в этой жизни? Ну, мешает множество. Во-первых, потому что мы полностью потеряны в каких-то социальных практиках, вот в этой гонке. Мы растворены в обществе потребления. И это захватывает нас. Хотя все больше людей начинает дистанцировать свою внутреннюю жизнь от практик потребления. Более рефлексивно к этому относиться. Но тем не менее, это так. А вот тот факт, что, как вы сказали, совесть выносится на периферию... Социальной жизни? Да. Нет ли в этом... Вы видите в этом некий положительный плюс, что здесь... Положительный момент, что здесь как бы она станет вновь ценностью. Но нет ли в этом и огромного минуса, что перенося ее на периферию социальной вот этой жизни, не говоря о ней, мы делаем ее атовизмом определенным, который должен в конечном итоге отмерить. Отжить. Да, потому что современное человечество живет по старому доброму протогоровскому принципу, что человек мера всех вещей. Я мера всех вещей. Я определяю, что прилично, что неприлично. И здесь очень тонкая такая грань, в общем-то, действительно такая нитка коннотоходца, по которой мы идем, от человека совестливого к человеку бессовестному. Я-то исхожу из того, что в ситуации совести это не я определяю, а бытие само меня вынуждает определять себя. То есть это то, что бытие меня призывает и говорит о том, что где ты? Где ты? С кем ты? И поэтому для меня, вот в моем внутреннем опыте, опыт совести является онтологическим опытом. То есть меня зовет, это не я себя зову сама. Это не родители меня одергивают. А есть нечто, что связано с силой, с энергией бытия, на которую я могу отвечать, а могу не отвечать. Вот в этом состоянии самообмана можно пребывать бесчисленное количество времени. В этом состоянии самообмана могут пребывать бесчисленное количество людей. Это вовсе не значит, что этого нет. Потому что она все равно крутится. Может быть, я оптимист? Если появятся и киборги, и мутанты, может быть, у них структура совести исчезнет. Но поскольку пока есть человек, вот в том виде, в каком он есть, в видовом отличии, в своем, в культурном отличии, совесть никуда не вымоется. Потому что если будет хотя бы ограниченное количество людей ценить совесть и слышать ее, то все равно он будет создавать среду. Такие люди способны создавать среду. Вот вы знаете, есть же такие феномены, например, социальные, которые, например, вот Сахаров, да, создатель бомбы. Я вот эти кадры, когда смотрю, когда он вышел на трибуну, его застукивали. От этого он мельче не стал. Сахаров. И то, о чем он говорил, от этого тема мельче не стала. Но если мы будем каждый день его показывать по телевизору, в новостных программах, то мы что-то ценное в этом просто растеряем. Светлана Владимировна, на сегодня время нашего эфира тоже подходит к концу. Огромное количество вопросов, которые я не успел задать и тем, которые мы не успели обсудить. Я очень надеюсь, что в следующий вторник мы продолжим этот разговор. Мне бы в том числе, кстати говоря, вдруг подумалось, когда вы обозначили тему совести как тему антологическую, то есть тему бытия, которая тебе задает определенные пределы, границы и так далее. Я вспомнил про Рене Жерара с его насилием священного. И может быть в следующий раз мы поговорим о священном, о сакральном, об этом бытии, которое насилует или не насилует нас, задавая нам эти пределы. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Храни всех вас Господь. До скорых встреч, дорогие друзья. В следующий вторник мы продолжим беседу о совести, власти в нас и о том, как же все-таки эту власть над собой приобрести. Храни всех вас Господь. Храни всех вас Господь.